7, 138, 140. Ой, опять остался длинный-длинный край. Что с ним делать, непонятно. Придется снова набирать петли и распускать. Как же рассчитать правильную длину нити? Как сделать так, чтобы свободный край нити оставался коротким? Мне вот здесь достаточно было бы, допустим, 5 сантиметров максимум. Вы тоже миллион раз распускайте и набирайте первый ряд. Тогда вам поможет это видео. Всем привет! Меня зовут Анастасия. Добро пожаловать на YouTube-канал Рукотворная Ру, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь еще много информации на около вязальные темы. У меня уже несколько раз спрашивали про то, как же набрать петли таким образом, чтобы край нити был максимально коротким. Как рассчитать это и сделать самым удобным способом? Смотрите это видео. Для того, чтобы этот способ применить, естественно, вам нужны спицы. Причем вы набираете очень много петель. И, скорее всего, это какое-то гигантское изделие. Это огромный кардиган, большой плед, или это какой-то длинный-предлинный снуд или шарф. Какое-то большое-большое изделие, где очень большое количество петель, где довольно сложно рассчитать как раз край нити, который у вас остается свободным. Так, спицы у вас есть. И вам нужно будет, и для этого вам нужно будет один из трех вариантов рассмотреть. Либо это клубок с двумя рабочими нитями. Я об этом рассказывала в одном из видео, как сделать такой клубок, где одна нить идет из центра, а другая от самого клубка. Либо это два отдельных клубка или мотка одинаковой пряжи, которые вы собираетесь вязать. Или это такой моток, где вы тоже можете вытащить нить из середины, а вторую взять от самого мотка. То есть, нужны две рабочие нити в любом случае. Так как же это делать? Сейчас вам покажу. Ну что же, я взяла два края нити от двух клубков. Одна нить идет к одному клубку, другая ко второму. И что я делаю дальше? Я сейчас сделаю такую скользящую петлю. Вот так вот. И затяну ее на спицы. Это двойная петля, и ее не нужно учитывать при наборе петель. То есть, потом мы ее с вами распустим в конце. Набираю петли стандартным образом. Это наборный край длинный хвост. Или вы можете набирать тем способом, который вас подходит. Обратите внимание, что я набираю на одну спицу. Если я вяжу очень тонкими спицами, бывает, что я набираю на две. Но чаще всего все-таки я выбираю наборный край. Не слишком свободный, потому что я набираю на одну спицу. Мне так удобнее последние годы. Вот мой прием такой. Хотя очень долгое время я всегда на две спицы набирала петли. И считала это правильным. И так. И тут вы набираете петель столько, сколько вам нужно. 200, 300, 400. Если это гигантский плед, то как раз вам нужно большое-большое количество петель. И в данном случае вы не скованы размером нити, которая идет ни к указательному пальцу, ни к большому. У вас обе нити идут от клубка. Что же делать дальше? Ну, а дальше предположим, что вы набрали необходимое количество петель. Вы поворачиваете вязание и вяжете в другую сторону. Ну, допустим, я здесь буду вязать просто лицевые петли. Вы вяжете тем узором, который вам необходим. Весь ряд провязываете. Выбирайте любую нить, которая идет к одному из ваших клубков или идет к центру матка. Смотрите, как вам удобнее вязать. Провязываете ряд. И сейчас я вам покажу, что делать с той скользящей петлей, которая у вас осталась на спице. Ну, что же, я тут почти уже довязала. Остается последняя у меня петля на спице, не считая вот эту скользящую. Я ее провязываю, как мне необходимо. Это у меня кромочная, поэтому я здесь вяжу изнаночную. А эту петлю я сбрасываю со спицы и распускаю ее. Все. Это и есть ваш край нити. Дальше эти края нужно будет заправить в полотно. Да, получается, что здесь два края нити. И с этой стороны вы тоже отрезаете нить, которая вам не нужна. И у вас тоже получается, что здесь еще один есть лишний край нити. Я считаю способ удобным, если вам нужно набрать конкретное количество петель. Если это, например, какая-то дорогостоящая пряжа, это, например, какой-то кашемир. Или это пряжа, которая несколько распусканий просто не переживет. Если это, например, какой-то пушистый махер, где вам нужно конкретное количество петель набрать и не распускать больше ни одного ряда, то в этом случае, конечно, этот способ подойдет. Попробуйте его и напишите мне, как он вам понравился или нет. Ну, а лишние края, конечно, придется их заправить, но что делать? Зато у вас точный набор петель на спице с первого раза, вам не нужно ничего переделывать, и у вас конкретное количество петель, которое вам было нужно. Знали ли вы об этом приеме? Пишите в комментариях. Есть еще разные способы, как точно рассчитать нить, и я, наверное, сделаю об этом другое видео отдельное. Этот прием позволяет вам набрать петли от двух нитей, но есть, конечно, способы, когда вы можете точно рассчитать количество нитей, которые будете использовать в вязании. Об этом поговорим в другой раз. Ну, а если это видео было вам полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Всем желаю удачи в вязании, побольше вдохновения, и всем пока! До встречи в новых видео!